Внешне храм выглядит как заброшенный, но время от времени там проходит богослужение, рассказали местные жители. Эта неоднозначная фотосессия появилась на сайте интернет-журнала в прошлую пятницу. Прихожане ее восприняли довольно негативно. Батюшка приезжает с Бехтерева, крестный ход еще приезжали, много они вместе приезжают, Ильин день обязательно, потому что это Ильинский храм. Лично я к данной фотосессии отношусь негативно, так как это неприемлемо, это некорректная фотосъемка в храме, в месте, где происходит богослужение, где люди молились и молятся по сей день. Ильинский храм был построен в конце 19-го столетия. В 30-х годах прошлого века храм закрыли, после чего внутреннее убранство и фасад пришли в упадок. Несколько дней назад местный фотограф решила использовать монументальную красоту полузаброшенного храма и устроила там весьма откровенную фотосессию. Мы искали локацию, заброшенные кирпичные объекты с высокими подолками. То есть у нас в шелнах таких нету, мы поэтому поехали в Белабоку. Здание совсем оно пустое, разрушенное, там нет никаких икон, крестов и алтарей, вообще ничего нету такого. Двери там открыты, мы не залазили через окна, там не стоит замок. Мы думали, это заброшенное здание. Некоторые из читателей интернет-ресурса возмутились откровенными снимками и обратились в Елабужское болгачиние. Представители церкви связались с редакцией, после чего фотографии исчезли со страницы журнала. Однако фотосессия успела получить общественный резонанс, в результате которого история дошла и до Следственного комитета. Поскольку в действиях авторов фотосессии могут содержаться признаки преступления, предусмотренные статьей 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, это нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тарстан начата доследственная проверка. Проводится мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, что это уже не первый случай откровенного позирования на фоне религиозных построек в Республике. Из наиболее резонансных можно вспомнить историю с певицей Резидой Ганиулиной. В своем клипе она танцевала в открытом наряде возле Белой мечети. Тогда все закончилось мирно. Ни уголовного, ни административного правонарушения Следственный комитет не выявил.